девчонки всем привет спасибо что уделили мне внимание постараюсь ответить на все ваши вопросы надеюсь будет интересно ром вот и такой симпатичные а что тебе нравится не нравится в внешности ну спасибо большое что не нравится но на самом деле я я же мальчик мальчики не обращают внимание на внешность такой хороший вопрос но как-то даже не думал что нравится я на себя в зеркало даже не смотрю поэтому девушки говорят что нравится моя улыбка да что я улыбаюсь и что мне все говорят да не только девушки вообще все говорят чтобы я чаще улыбался поэтому ну а из минусов не знаю может быть напишите мне что-нибудь чтобы я в курсе был ром ты очень выносливый не думал ли ты пробежать марафон по поводу марафон да нет не думал да и на самом деле не согласен что я там какой-то выносливые все же зависит от подготовки от того как ты подготовишься к сезону насколько ты будешь готов как ты будешь тренироваться на тренировках поэтому насколько ты внутренне вообще готов и внутренне силён перешагивать через себя в каких-то определенных моментах поэтому я думаю это все зависит от этого так мы все плюс минус там понятно нападающие там или центральные защитники они менее выносливы чем остальные но опять же все зависит от подготовки как мы подготовимся как я подготовлюсь так и настолько и буду вынослив ром такое тренировочное упражнение ты обожаешь а какой ненавидишь ну тренировочное упражнение мне нравится как и любому футболисту наверное все что касается мяча это футбол нравится футбол на сближенные ворота то есть там два на два три на три то что касается опять же нагрузки то что касается выносливости это очень хорошие упражнения где ты не можешь вообще выключиться и всегда в движении вот но они люблю но наверное как и опять же как и все остальные футболисты это бега там без мячей вот эти вот нудные там по кругу что-нибудь это вот работа какая-то тесты может быть какие-то типа ее там вот это все остальное так все что касается мяча я очень люблю ром кем ты себя видишь после футбола сейчас тяжело загадывать сейчас на данный момент и свет на тренера мы про не вижу может быть пойду в бизнес какой-нибудь и сейчас там мысли мысли сейчас таких прям меня не посещают то что мне еще играть достаточно долго вот но в будущем так если можешь бизнес какой-то может быть пойду учиться на на музыканта я сейчас на данный момент нет но мне еще играть очень очень долго поэтому тренером не хочу быть потому что это я так думаю что это еще тяжелее чем футболистом быть стресса больше наверное поэтому наверное куда-то постараюсь то что не касается футбола ром ты хоть раз просыпал игру или тренировку нет ни разу и общем такой мальчик ответственный и ни разу не не просыпал ничего не тренировки и не игры ничего ничего для меня это вообще это какой-то вон вон но нельзя так если ты относишься к своему любимому делу так серьезно то нельзя вообще даже об этом думать вот и даже просто так по какой-то причине я никогда не пропускал ни тренировок не игры тем более и не опаздывал но слава богу ни разу ром ты бы снялся в рекламе и чтобы ты не стал рекламировать ни за какие деньги я бы я снимался в рекламах в разных я не люблю это честно я не люблю не люблю съемки не люблю интервью потому что это отнимает время я считаю что она ну да прости но я считаю что но отнимает время драгоценное конечно это понятно что это часть 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 моей моей профессии наверно так сказать но я это не люблю и там ну если брать какую-то рекламу наверное что никто не касается там может быть типа фастфудов может быть что такое которое вредит здоровью в этом бы точно не снимался ли ром расскажи про какой-нибудь смешной розыгрыш команде ну надо подумать про розыгрыши ну лично про себя помню что когда был молодой очень когда играл в динамо еще пришел только в основную команду я на рассказывал это тоже когда федя смолов не наливал шампунь на голову к я мылся и не мог смыть его думать почему не могу не смывается вот но так динамо да конечно и кевин курани там постоянно такой позитивный позитивный человек и машины пригонял к центру поля были да веселые веселые моменты ром какой стиль одежды ты предпочитаешь ну спортивный наверное у меня честно сказать дома то особо нет такой одежды какой-то брендовые что так называли даже не это особо не люблю это все и спортивная либо классика если куда-то выходить на какие-то мероприятия официальные такие серьезные то это конечно классика вот атаку повседневной жизни не хожу вот спортивными многие похвалили твой лук на это меня будут похвалили да но опять это классика это смокинг вот слишком такое официально не знаю как идет мне не идет но иногда до люблю одевать может быть если пойдем в театр куда-нибудь выходим то конечно я всегда с удовольствием одену ром как те подкалывали после исполнения песни андрея губина хороший вопрос ну артем дзюба меня постоянно говорил роман губин ну я опять это я туда немножко открылся наверное публике всей потому что я вообще такой закрытый человек и тут не единстве видео где я наверно открылся 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 народу вот не люблю не люблю эти вещи но опять же спор проспорил пришлось открываться народа рома это правда что перед пенальти с хорватии ты немного поплыл да я поплыл можно так сказать да и некоторые вещи не помню даже но полностью отдал себя на футбольном матче получается у нас то было авто вторая игра два часа играли до получается 120 минут уже серию ты смотрел но середа я уже смотрел уже принципе помню то как что куда бил не снился никогда не матч на серии что после мне с ней были моменты когда вот какие-то разговоры про пенальти я всегда вспоминаю тут когда я должен был пятым эти битки на эти с испании вот меня конечно этот в голове надолго засела что большая такая ответственность и я должен был там эти пенальти нужно было забивать тогда вот но хорошо что игорь экинфель спас я не ударил ром а нравится ли тебе сравнение опорных полузащитников с цепными псами ну а что в этом такого если так есть есть те опорники которые похожи на цепных цепных псов ничего такого в этом не вижу абсолютно нормально к этому отношусь пром что нужно обязательно посетить в иркутске ну если хотите съездить в иркутск то конечно нужно наверно прежде всего съездить на байкал это сперс сама первую очередь там метров 50 наверно от иркутска вот свежий воздух горы чистая вода вкусная рыба поэтому посоветую всем кто-то хочет в иркутск слетать это съездить на байкал ром а как ты проводишь свободное время свободное время все свободное время которое у меня есть это я провожу с семьей с сыном сыном с женой поэтому когда всегда есть свободное время всегда дома либо ходим куда-нибудь гулять всегда когда дома всегда с ним ребенок такой который требует внимания один практически не играется всегда нужно ему кто-нибудь чтобы рядом был игрался с ним поэтому всегда дома всегда дома рядом с ним иногда даже тяжелее чем тренироваться ром а какие у тебя пять любимых приложений в телефоне для этого надо телефон достать ну первое наверно конечно ватсап там постоянно идет общение какое-то сейчас наверно рекламу не стоит давать чего там каких-то чем пользуюсь если брать то наверное это вот сап инстаграм навигатор обязательно приложение фк спартак тоже постоянно там сижу ну и все наверно помню да мне папа подарил был наверно в четвертом классе где-то или в третьем еще когда в иркутске был panasonic такого размера с такой антенны первый телефон да я был то безумно счастлив какой европейской команде ты бы хотел играть и почему ну нет такой определенной европейской команды опять же все зависит от предложения симпатий каких-то к определенной команде у меня нету все зависит от того кто захочет там меня купить подписать свой контракт поэтому страна но если брать страну то германия германия англия италия и вообще италия нравится этом с италии особые отношения это я ездил делать операции даже несмотря что это такое негативная операция италия у меня наверное на первом месте из всех стран очень люблю италию и меня там есть и знакомый очень много друзей пром ты выглядишь очень добрым а что может тебя разозлить ну наверное несправедливость не люблю когда несправедливость может быть какие-то собрать игру то может быть какие-то судейские ошибки тоже безумно безумно злюсь на это вот так ну спасибо за то что я добрый хотя я не считаю себя добрым ну спасибо вообще ром как ты относишься к женскому футболу и кого-то знаешь из футболиста ну честно сказать не знаю никого из футболисток даже из мирового женского футбола никого не знаю отношусь да нормально отношусь если девчонкам нравится футбол почему если это если на футбол потом приходят зрители не знаю приходят ли ну наверное чемпионаты мира какие-то там приходят в любом случае как и у мальчишек у девчонок тоже есть цели какие-то почему нет я это полностью одобряю ты не слышал никакого лент слышал в но фамилии знакомы да а это с валенсии да по моему да 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 как фамилия карп карпу надежды да 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 вот мы про нее слышал на то что вот пожалуйста человек уехал на играть и есть какие-то цели почему нет добивается цели молодец ром а ты любишь ром или какой-нибудь другой алкоголь ну то что касается алкоголя практически его не пью но когда какие-то праздники это наверное это вино или если брать какие-то крепкие напитки может быть это наверное может виски какой-нибудь хорошие так пиво не пью что там водка тоже не пью чуть-чуть шампанское тоже не люблю в меру да только на новый год там шампанское понятно на новый год нужно там хоть если даже не любишь там чуть-чуть надо выпить так в основном мир вино и если что если хочешь хорошо отметить что-то то наверное это виски расскажи как вы приклеили усы в честь дня рождения станислава черчесова ну я-то не знал но на самом деле это чья-то идея наверное чья-то идея зюбы идея дзюбы да я об этом не знала только как станислав саламов также узнал в этот же в эту жизнь там не знаю за 10 минут до того как мы ему показали все это поэтому но идея дзюбы хорошая идея принципе поддержали и весело посмеялись да нет не страшно не убил же нас поэтому но все понятно что это шутки были ничего страшного там не но сам иногда шутит на эту тему ром а какие песни ты любишь слушать и петь песни не пою слушаю вообще разное все абсолютно разное по настроению у меня все есть там плеере там даже может быть какой-то рок есть там и перед играми люблю послушать есть русская есть рэп иностранный то есть такого нет что у меня что там определенная какая-то тема поэтому слушай фараона иногда даже что ты у него нравится поэтому такого нет определенного ром ты хоть раз выводил тренера из себя да нет не выводил нет не в таком ни разу я же скромный парень и слушаюсь тренера всегда поэтому такого не было ни разу вообще в моей надеюсь не будет никогда тренера всегда нужно слушать ром как частоты на решение подарки и какие для жены на самом деле для моей самое главное это чтобы я был дома внимание прежде всего конечно то что касается подарков ничего такого сверх естественного нету если хочешь там чтобы жена порадовалась конечно там цветочки можно купить или что-то может быть она сама если захочет без проблем могу привести на так самое главное конечно это внимание потому что я постоянно в разъездах и меня нет дома и конечно внимание внимание ребенку самый главный подарок я так думаю я думаю моей жене не все нравится и она по теме одежды она лучше сама съездит сама посмотрит и сама выберет потому что у нее есть свой свой вкус я не до конца пока раскусил этот вкус вот ну мне все нравится мне нравится как она девается вообще и даже когда первая встреча была у нас сразу же когда человека видишь обращаешь на то как она одета как она выглядит вот не пообщавшись даже с ней поэтому в первой встрече меня это все понравилось и не сейчас она держит эту планку можно сказать и одевается хорошо и но то что касается одежды если я куплю одежду ему может не понравится потому что у меня я сам себе это одежда не могу купить моей тяжело поэтому пусть сама ездит смотрит я и может что-то помогу подскажу ром чтобы ты хотел научиться делать хорошо может быть играть на гитаре танцевать или петь хотел бы научиться играть на пианино честно после нерпаса футбола лет через 15 может быть 10 хочу научиться играть на пианино не знаю мне все говорят что у меня пальцы длинные то что у меня получится играть так что еще хочется 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 попутешествовать съездить сейчас нет особо но опять же времени а так после футбола наверное займусь путешествием и буду учиться играть на пианино девчонки всем спасибо очень крутые вопросы постарался ответить искренне на все спасибо большое